Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Геем, и сегодня у нас новая серия на проекте Родина Рейлплей Центральный Округ. Мы не здесь Кирилл Хапалканов, не забывайте вводить маникт при регистрации, также можете вводить мой промокод, вся информация есть в описании под видео. Ну что ж, пацаны, как вы поняли по названию ролика, сегодня я вам покажу глобальное обновление, которое уже вышло на сеть Родины. Общий онлайн уже, пацаны, уже общий онлайн 3400 человек, хотя это всего лишь 11 часов утра, и уже такой большой онлайн, поэтому я считаю, что это очень круто. Сегодня мы немножко посмотрим глобальное обновление, потому что я уверен, что за один ролик мы не сможем полностью всё посмотреть. Я уже часик поиграл, покатался, посмотрел, в принципе, ну, привык, так сказать, и сегодня я вам буду показывать, как бы, что вообще добавили, как оно выглядит. Сначала, я думаю, просто внешне посмотрим, как всё изменилось, и в отдельном ролике уже посмотрим машины, интерьеры, фракции там и так далее. Сейчас я нахожусь в админ-зоне, я не знаю, кто-то её показывал или нет, но выглядит она вот так вот теперь. Теперь вот эта админ-зона получается, в которой мы будем с админами стоять, как бы, общаться, общаться с читерами там и так далее. Ну, я считаю, что они сделали очень даже прикольно. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и давайте смотреть глобальное обновление вместе со мной. Давайте изначально посмотрим просто города, как они выглядят, потому что я этого ждал просто, пацаны, очень долго, и, наконец-то, это всё добавили. Смотрите, просто, как это красиво всё выглядит. Конечно, у меня, может, настройки не полностью стоят, но, блин, как же это охуенно выглядит, пацаны. Вот этот парк в Арзамасе, он просто охуенный. Я ничего красивее просто в КРМП даже, наверное, не видел, как этот парк, потому что он реально очень классно выглядит. И самая, пацаны, важная информация, то, что именно, получается, 29-го числа в 19.00 будет слёт бизнесов и домов. То есть, машины вы сейчас можете спокойно купить в автосалоне, как бы, это нормально. А вот дома и бизнесы можно будет купить только 29-го числа в 19.00 по МСК. Поэтому, пацаны, запомните. Сейчас, в принципе, всё, как бы, по ГОСТу, но купить это нельзя. Всё будет доступно для покупки 29-го числа в 19.00. Я буду тоже, наверное, присутствовать, если я не буду на работе, в принципе. Вот здесь эти мои машины стоят. Я немножко расстроился, кстати, потому что вместо Audi RS6, точнее, вместо Audi RS7, теперь у меня Audi TT. Ну, а так, в принципе, больше ничего толка не изменилось. Но лампа вот внешне изменилась, в принципе. Южного, кстати, в натуре уже нету, вообще полностью его убрали. Как бы, теперь вообще Южного не будет на родине. Возможно, когда-то его вернутся, но в ближайшее время, думаю, это не планируется. Вот можете даже по карте посмотреть, то, что реально Южного вообще нету. Вот где, получается, дорога шла в Южный, на этом месте просто теперь пирс. И всё, больше здесь ничего нету. То есть Южный теперь полностью убрали, и теперь его не будет, абсолютно, вообще. Покажу вам вообще, что изменилось по карте. Я вам систему в этом видео не буду показывать. Систему мы посмотрим уже в следующем видосе, потому что, как бы, в одно видео я всё равно всё не умещу, пацаны. Вы должны это понимать, то, что в один видос всё вместить не получится. Так, я проехал то, что я вам хотел показать. Ну, реально, очень большие изменения. Просто не узнать, пацаны. Родину реально не узнать. Я до сих пор не могу понять, куда мне ехать, что мне делать там и так далее. Потому что всё очень изменилось, и к этому придётся привыкать долгое время, мне кажется. Ну, месяц точно придётся привыкать, потому что всё сразу выучить реально невозможно просто. Вот здесь, получается, у нас Анашан. Ну, типа Анашан. На самом деле, это уже теперь какой-то сити-парк непонятный. Но здесь, как бы, никого нету. Я так понимаю, то, что здесь вообще движухи не будет, потому что машины покупать и продавать теперь нужно будет в другом месте, а именно возле этого. На автодроме. А здесь просто будет вот такой вот сити-парк и всё. Да, здесь есть бар, пятёрочка, шашлычная, магазин садоводства. Но, мне кажется, здесь народу будет маловато, потому что продажу машин принесли в совсем другое место. Ну, видите, вот здесь бизнесы есть, заправочки абсолютно все разные, все красивые. Давайте я вам покажу, наверное, все города новые. Покажу вам развилочки. Давайте, допустим, поедем в Арзамас. Я вам покажу, что там происходит. Вот такие вот новые дороги. Я, кстати, здесь первый раз еду. Реально, первый раз еду здесь. Какие-то новые заводы. И очень много всего, пацаны, очень много всего. И за одну серию, и за один день это всё не посмотреть. Вот, получается, новый посёлок Ривертаун. Я, конечно, всё понимаю, но это, пацаны, очень охуенно. Дома здесь классные, но это не самые охуенные дома, как я считаю, потому что самые охуенные дома в Литкарине. Я вам их чуть позже покажу. Вот здесь такие, знаете, да, пиздатые домики, типа элитные. Но самые пиздатые, я считаю, домики, это именно в Литкарине, которые я вам чуть позже покажу. Ну, вот такие вот дома, как бы, есть тоже с бассейном, все красиво. Давайте я в небо, наверное, поднимусь, чтобы вам было лучше видно. Ну, вот так это все выглядит, вот такие вот шикарные домики, абсолютно все разные, все красивые. Госка у них там, по-моему, около, наверное, 6 миллионов, может, чуть больше, сейчас посмотрим. Но я здесь дома не буду ловить, как бы, я тоже буду на ловле, но я буду ловить, во-первых, без админки, я не буду телепортироваться. Я буду брать машину, допустим, свою и ехать. То есть, я буду ловить дом себе не с помощью админки, я себе буду ловить обычный домик. Так, как бы, вот такой дом, как бы, ну, конечно, хотелось бы, но в данный момент он мне вообще не нужен. Ну, и денег, в принципе, нет, у меня всего лишь шлям 800, поэтому поближе сейчас нету, чтобы ловить такой дом. Тем более, мне кажется, вот такие вот дома будут ловить больше всего людей. Но они пиздатые, пацаны, выглядят вообще, ну, шикарно сделали. Вот честно, я, наверное, буду, скорее всего, здесь домик ловить, потому что здесь дома не такие дорогие. Это находится недалеко от авторынка. Как бы, да, это не идеальное глобальное обновление. Но пока что, бах, я заметил только в том, то, что у меня, во-первых, не работает нитро на машине и лаунч контроль. Я не знаю, возможно, это пофиксит, но если лаунч контроль полностью уберут, то это будет реально жалко. Потому что я все-таки собирал машины именно с лаунч контролем. Вот такая вот, короче, здесь деревня. Вот есть обычные домики и также самое есть охуенные домики, тоже здесь имеются, как бы. Вот, как мы только заезжаем, здесь у нас есть заправочка, потом пятерочка. Обычные домики идут и уже в конце, ну, тут, то есть, на другой половине идут уже вот такие вот прикольные дома. Тоже дорогие, с бассейном, в принципе. Но я такого, пацаны, реально не видел. Здесь еще парк есть, у них собственно такой маленький. Но реально, блин, все очень грамотно сделано. Я серьезно, я такого еще нигде не видел. Возможно, там где-то в Сампе, в Инта, такое есть. Но в КРМП я такого, честно, не видел. И здесь все, знаете, так очень классно сделано. Такие мелочи даже есть, видите, вот здесь есть островок посередине. И здесь сделали такой недостроенный дом. Но это реально круто, то, что они просто не забили хуй, а просто здесь, видите, деревья поставили. Типа дом такой, знаете, начали строить и забросили. Ну, это реально очень круто смотрится, пацаны. Ну, что ж, давайте я вам, как и обещал, покажу. Дома очень пиздатые. Самые пиздатные островки, я думаю. Потому что, лично это мое мнение, они очень классно выглядят. Получается, это у нас вот город Лыткарина. Здесь в основном сейчас движуха вся происходит. Реально очень хорошо карту переделали. Вот такие вот мостики есть. Ну, блин, все очень классно выглядит, пацаны. Ну, согласитесь, прям по кайфу просто. Модпак тоже мы его посмотрим в следующей серии. Обязательно посмотрим модпак. Прям без этого не обойдемся. Сначала модпак посмотрим, потом посмотрим, наверное, фракции. И потом будем смотреть работы и так далее. Короче, постепенно буду вам показывать и сам изучать глобальное обновление. Ну, блин, здесь, конечно, по маппингу прям очень сильно постарались. Да, я знаю то, что Родина купила карту у ЮРМ. Но Родина полностью переделала эту карту. Тут почти ничего не осталось от ЮРМ, понимаете? Вот здесь, пацаны, самые пиздатые дома. Вот здесь на горочке такой вот. Бля, они просто охуенные эти дома. Я не знаю, кто их делал. Но, блядь, это просто пиздец, пацаны. Это просто пиздец. Я просто охуел, когда увидел вот именно вот эти дома самые пиздатые. И воска, в принципе, у них не сильно такая большая. Есть гараж, есть огород даже. Вот что очень круто. Давайте вам покажу, какой дом мне больше всего нравится. Вот еще такой домик есть, в принципе. Они все разные, абсолютно. Вот такой вот еще дом есть, смотрите. Они все разные. Они все пиздатые. Вот такой вот домик есть. Но больше всего мне, кстати, вот этот дом нравится. Я не знаю, почему. Но больше всего мне вот этот дом нравится. Какого у него воска? Давайте посмотрим. Три миллиона пятьсот тысяч коска, пацаны. Вот я бы очень сильно хотел бы здесь дом словить. Но их тут, во-первых, мало. Во-вторых, по-любому, многие будут ловить эти дома. Но здесь дома, я считаю, что самые крутые. Но, серьезно, круче домов нет вообще. Вот именно на вот этой горочке такой. Вот здесь самые крутые дома. Их всего получилось за сколько? Так, четыре, пять, шесть, семь домов, пацаны. Семь домов, но здесь, мне кажется, будет очень сложно словить дом. Но я бы хотел себе реально здесь дом купить. Потому что они здесь очень красивые, очень пиздатые. Но вот так, в принципе, выглядит у нас полностью литкарина. Ага, вон еще дома есть, кстати, я не видел. Давайте туда слетаем, посмотрим. Ну, блин, можно было бы, конечно, попробовать словить что-то. Но, блин, это будет сложно именно такие дома ловить. Там квартиру словить, либо домик такой дешевый. Еще реально, но именно вот такие вот элитные дома. Их просто будут все ловить. Вот это тоже красивый дом. Реально, блин, ну, красота, пацаны. Просто красотища. По-другому я сказать просто не могу. Реально все классно выглядит. Мне все очень нравится. Прям реально, ну, глаз просто радуется. Вот серьезно. Я еще не пробовал системы там на работах и так далее. Но внешне все очень красиво. И багов вроде бы как вообще очень мало. У меня, конечно, бывает, и баг перезагружаются. Не знаю почему. Ну, и давайте напоследок вам покажу именно этого. Ну, здесь движуха на самом деле очень маленькая. Да, здесь тоже есть, в принципе, что посмотреть. Вот здесь, получается, у нас есть вот такой вот вокзал. Здесь стоят автобусы. Рядом здесь есть свалка. Вот здесь есть заправочка, в принципе. Вот такие вот домики есть. Пятерочка. И здесь есть вот новое казино. Но новое оно только внешне. В середине все то же самое. Поэтому смысла заходить туда нету. Вот. Белые ночи клуба. Это, получается, у нас новое казино. Которое находится в Эдово. Кстати, вот здесь домик есть. Я его, кстати, не видел. Или это не домик. Или это фракция, походу. Это, походу, фракция какая-то, скорее всего, да? Так. Я, кстати, не видел, что это за фракция. Но... Ах, как охуенно это выглядит просто, пацаны. Это просто пиздец. Это какая-то фракция. Но я не знаю, какая. Походу, какая-то мафия. Но интерьер, конечно, у них ебанутый просто. Ебанутый. Это русская мафия. И, бать, у них просто интерьер пиздатый, пацаны. Это просто пиздец. Ладно, но это мы потом уже посмотрим. В принципе, системы, интерьеры. Давайте просто еще раз облетим, получается, этого. Вот здесь у нас можно, как бы, вставить лодочки. Такая набережная. Это вот такое, знаете, ну... Изменилось хорошо, конечно, но... Как бы здесь движухи нету. Вся движуха в Арзамасе, в Уиткарина. А здесь движухи толком и нету. Поэтому вот такие вот дела. Ну ладно, пацаны, я буду заканчивать. Ждите обязательно новые серии. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Давайте постараемся на этом видосе набрать 100 лайков. Потому что все-таки, наконец-то, вышло глобальное обновление. И мы, наконец-то, можем поиграть. Скоро уже откроют бизнесы, дома. И все будет вообще по кайфу. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok